всем привет меня зовут кристина и это мой канал о вязании крючком и спицами я рада вас приветствовать на своем канале надеюсь данный влог вам понравится данном видео влоге я хочу вам рассказать о своих визуальных процессов чего совсем давно не делала большому сожалению не выходила к вам в таком вот видео живом общительном хочу показать свои неудачные проекты что мне не особо получилось что я буду переделывать что у меня еще осталось с прошлого года и что мне также не получилось в общем поделюсь с вами всем что сейчас у меня происходит я так скажем с весной активизировалась у меня появилось много вдохновения главное пони растерять по этому пути и насколько у меня есть идей я хочу их этим летом воплотить то что я хотела сделать в прошлом году у меня не получилось у меня пропало вдохновение плюс там еще была поломка компьютера но надеюсь этим летом я все успею и все мастер-классы которые я хотела сделать я выпущу на своем канале начну я это видео со своего наверное такого неудавшегося проекта который я еще начинала в прошлом году я была неопытна вязание плечевых изделий и у меня получилось не очень хорошо и в этом году я поняла как надо все сделать такая должна была быть не то чтобы не жилетка а так скажем разлетайка она была бы на завязочках не было бы пуговиц свободная вот вязала я ее изанный твист такой вот узор достаточно плотненький но мне нравится как он смотрится в чем я допустила свою можно сказать главную ошибку я связала спинку по прямой я не сделала так скажем никаких вырезов под горловину и это же невозможно будет просто носить это поняла только в этом году когда я уже накопила какой-то опыт вязание плечевых изделий навязала я всю зиму спицами в основном я начала тоже полгода назад вязать спицами вот в этом году я уже не буду распускать именно вот это свяжу другим цветом и уже сделаю все нормально свяжу так скажем полочки для плечей и потом наберу отдельную воздушную цепочку для горловины на спинке перед он будет вязаться также две полочки и будет расширяться прибавки вот такого формата после чего всего душевать и будут такие достаточно объемные рукава вот тоже хотела бы сделать мастер-класс на эту модель так как я уже набралась какого-то опыта вот надеюсь мастер-класс я сделаю и мне всегда хочется дать мастер-классе возможность рассчитать вам на любой размер изделия а не только чтобы вы вязали вот как я вижу на свой размер и то есть вы вяжете есть даже точнее те кто совпадает со мной по размеру вот я не люблю вещи какого-то оверсайз размера это не для меня мне не нравится я не худенькая девочка так скажем и мне не идут оверсайз вещи они еще больше меня делают поэтому я вижу что-то более приталенного силуэта мне это нравится и поэтому я в мастер-классах буду стараться дать возможность сделать вам расчеты самостоятельно за счет образца и чтобы вы все посчитали и связали на себя с таким с такой свободой облигания как бы вам хотелось второй мой проект который мне тоже не очень удался это уже было связано с пиццами мне понравилась картинка из пинтерест я решила повторить эту кофточку вот она я обязательно ее сделаю я очень хочу и связать она классно мне так она нравится все бы ничего я выбрала альпаку вот мне очень нравится изделие будет воздушная и очень-очень мягенькая альпака на шелке в данном случае у меня я вязала снизу вверх этот способ мне не очень понравился и когда я буду перевязывать я буду вязать уже сверху вниз сверху вниз мне как-то нравится больше я уже могу понять какая длина мне нужна вот в чем заключилась моя неудача моя ошибка так как я не беру большую свободу облигания и это изделие можно сказать как бы виде кардигана все у меня получилось отлично с расчетами по пройме мне все понравилось но единственный момент то что когда я начинаю застегивать вся моя пройма получается съезжает и получается здесь открытое пространство либо я оставляю вот так и открыто пространство между грудью ну естественно так мне не нужно было это не было задумано и мне нужно быть прибавить сюда еще сантиметров 10 возможно 12 чтобы у меня все застегивалось ну ничего страшного зато с остальными расчетами я вроде бы справилась вязала я такое в первый раз самостоятельно без какого-либо мастер-класса тоже мне какие-то были трудности с расчетами по горловине и как сделать вот здесь все тоже правильно не знаю будет ли мастер-класс на такое изделие так как я не могу пока что дать по нему вам информацию как правильно все рассчитать как сделать вырез горловины то есть я здесь больше делала все интуитивно возможно я покажу сам процесс сознания расскажу что и как я делала и уже отталкиваясь от этого вы сможете связать для себя такую же кофточку на что я очень сильно надеюсь но будет это скорее всего конечно уже ближе к осени так как летом мне сейчас будет очень много летних проектов и на что бы мне также хотелось снять мастер-классы перейду к самому главному можно сказать что я сейчас вижу скоро лето и я начала уже готовиться люблю вязать крючком сначала мне не хотелось почему-то вязать что-то летнее большое крючком у меня есть два комплекта связанных крючком две юбки и три топа в этом году и я как-то зимой это было мне почему-то как-то не очень хотелось вязать крючком и юбку я помню как я долго и вязала особенно вторую у меня там я еще летом болела это было давалось достаточно тяжело и этому не зафиксировалось в памяти и как я эту идею отодвинула назад но наступила весна выглянула солнышко и тут я вдохновилась на вязание юбки отвязала я образцы это был первый образец вариант второй образец видно конечно не так хорошо и третий образец который я в итоге выбрала такой вот узор выбрала я третий вариант для юбки то будет другой и вот это вот разлетайка она я уже показывала как она выглядит здесь вот такие вот ракушки будут тоже вот на раз как на разлетайке разлетайка точнее будет тоже с ракушками у меня получилось получится так что этот комплект все будет разных узоров как все как я люблю в общем то выбрала значит я вот этот узор схема к нему достаточно простая я выбрала еще его потому что схема просто запоминается там нет ничего сложного в отличие от первых двух узоров схемы не такие простые немного по заморочении я не стала их брать хотя варианты тоже достаточно красивые вот и по юбке я вижу юбку и сейчас в процессе думаю о том как бы мне сделать мастер-класс по ней чтобы правильно вам преподнести всю информацию о вязании мне нравится я вижу кстати из пряжи анна твист все сейчас свои летние проекты красивые у них очень цвета палитра цветов прям шикарно вот это я уже кстати не помню какой это именно цвет ярко розовый он прям очень классный кто любит все яркое возьмите его вообще не пожалеете вот про юбку я выбрала несложный узор схема достаточно простая если вы вяжете крючком не слишком давно я думаю вы справитесь с этим узором видео получится достаточно объемным в объяснениях так как я уже говорила до этого хочу дать вам информацию чтобы вы связали юбку топ неважно абсолютно на любой размер не привязываясь моей плотности не привязываясь к моим никаким данным по юбке я также буду уделю там время прибавка так как у всех фигура разная и прибавки нужно будет делать по-разному так я так скажу я это поняла уже на своем опыте в прошлом году я вязала себе две юбки бывали моменты что я там перевязывала потому что в каком-то ряду мне нужно было давать больше прибавок чем одну у меня фигура груша и талия поменьше чем бедра бедра достаточно широкие и мне нужно было сделать такое количество прибавок чтобы юбка в бедрах мне не жала и вот я немного там подзаморочилась с прибавлениями чтобы у меня все вышло как нужно мне было мало одной прибавки в ряду и я там бывало чередовала то есть вам этот момент уже нужно будет самим отслеживать примерять как все это будет на вас смотреться жмет ли вам не жмет и насколько свободно вы бы хотели юбку я плюс-минус отталкивалась замеряла полуобхват юбки и вот поэтому ориентировалась но в мастер-классе я еще раз конечно же об этом расскажу покажу вам еще какой цвет я выбрала для своей юбки люблю все яркое на самом деле я думала что этот голубой будет не такой ярко-голубой так как на картинке он был немного тускнее но я сначала когда его получила есть немножечко расстроилась я заказывал сезоном уже не первый раз там в пачке идет 5 мотков за тысячу 100 всего вот и мне неохота было возвращать назад товар продавцу так как на низу за вас так скажем платят деньги вот и когда я начала вязать мне так понравился очень сильно этот цвет я прям влюбилась в него еще круче наверное чем вот этот ярко-розовый и я решилась докупить еще такого цвета чтобы связать вот эту вот разлетай по широким рукавом скорее всего тоже этим цветом я буду снимать мастер-класс на нее вот столько я провязала свои юбки вот цвет не знаю буду хвалить его бесконечно но просто классный и мне нравится узор если у вас возникают вопросы чем носить данную юбку точнее что носить под нее ответ достаточно прост на том же озоне можно найти под юбник если вы умеете шить его можно шить я ношу носила в прошлом году и буду в этом году носить с велосипедками либо бежевого либо белого цвета все зависит от выбранного цвета пряжи на самом деле я думаю белый на вот этом вот ярко-голубом будет видно достаточно сильно я буду с ним носить я думаю бежевые велосипедки вот под юбник мне показалось ну для моей фигуры почему-то не особо практично чтобы под юбник не задирался не поднимался под юбкой так как юбка достаточно в моем случае не слишком свободного облегания а также можно сказать приталиного силуэта я не стала брать под юбник я взяла велосипедки поэтому если у вас возникает вопросов думаете как же я свяжу такую ажурную юбку еще я буду ее носить не переживайте все решаемо все можно приобрести сейчас в магазинах это тоже у меня она твист вижу я крючком полтора миллиметра мне очень нравится я уже хочу быстрее тепла чтобы выкулить свои летние наряды которые залежались с прошлого года зима такая длинная а лето но такое коротенькое несмотря на то что я уже в процессе вязания юбки я начну сейчас снимать мастер-класс и вязать свою юбку надеюсь сейчас у нас апрель что в мае мастер-класс выйдет я не хочу торопиться вязание юбки хочу вязать постепенно как я могу сколько времени в день уделять вязанию на нее и вот поэтому ориентируюсь примерно на месяц май то есть и вы как раз до июня успеете ее связать если я выпущу мастер-класс следующее что я вам хочу показать очень очень что-то красивое очень ярко и сочно это топ который я вязала в прошлом году хотела также сделать на него мастер-класс но что-то пошло не по моим планам вдохновение растерялась расплескалась но так как сейчас его чаша полная нужно брать эту возможность и снимать 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 вот такой классный топ мне он тоже очень нравится ношу я его он у меня без подклада но в него можно вшить подклад забыла какую-то ткань я покупала для одного из топов и вшивала в него такая сеточка честно уже не помню ее название вот я купила поэтому себе такие силиконовые стеки не они многоразовые их нужно лишь только мыть и все они хорошо держатся и ничего лишнего так скажем не видно вот и связала я себе на днях такой же топ только вот такого цвета у меня есть юбка цвета такого же я к ней также решила связать такой же топ надеюсь мастер-класс я тоже сниму уже под юбку я буду вязать еще один такой топ и сниму мастер-класс единственное что у меня получилось на розовом топе резинку я связал оказывается по уже а вот на этом малиновом получилось пошире но тут уже это не так страшно самое муторное конечно это вязание резинки что для юбки что для топа такое не самое приятное занятие сейчас на юбку я вижу резинку так скажем вместе с юбкой чередуя этот процесс сколько-то провязала юбки потом немного повяжу резинку так как-то проще нежели чем потом браться за одну резинку это действительно долго внутренно и не скажем не так интересно вяжется она достаточно долго но в топе и в юбке по вязанию резинки немножко отличаются здесь я еще провязываю ряд столбиками без накида а там в юбке это все просто соединительные столбики конечно когда есть еще столбики без накида это как-то немножко ускоряет процесс ее вязания так вот топ вяжется тоже достаточно просто с помощью образца делаются все расчеты и вы сможете связать топ на любой размер его можно связать как более длинным но тогда я бы связала резинку покороче если будет длина побольше вот и также важный фактор того что я поленилась сделать в этот раз количество звеньев резинки меньше чем количество петель начальное которое мы набирали на топ в розовом топе я все просчитала все сделала то есть там нужно было пропускать петли этот раз я как-то поленилась это сделать и сзади у меня получилось не очень красиво под собрался вот тут вот в первом ряду узор ну как-то вот так вот получилось что здесь они вы можете заметить более ровно идут и потом на спине под собрался думаю ладно следующий раз я лениться не буду так что и вы не ленитесь когда какие-то такие процессы я просто люблю больше когда все прям тютелька в тютельку все очень красиво вот ну если кого-то бывает это не смущает те вот никто не ничего не считает обычно я вот все высчитываю в этот раз мне не захотелось высчитать и я так на глаз так скажем пропускала петли либо вообще едет не пропускала и у меня осталось большое количество петель у топа резинка уже практически заканчивалась мне пришлось под распустить и пересчитать и получилось вот этот момент и мне как по ней не особо понравились в том берите себе на заметку в мастер-классе конечно же это все будет указано как рассчитать как посчитать по вязанию образца где все постараюсь сделать и подробно вам рассказать дорогие дамы о чем вы стираете свои вязаные изделия я решила попробовать и заказала на озоне такое средство для стирки мне оно понравилось вообще тут написано шерсть и шелк но я постирала им летние составы вот и заны твист стопроцентный хлопок мне очень понравилось все отстиралась особенно на резинке были загрязнения так как очень большое трение на ней отстиралась и замачивала где-то минут 20 не стираю вообще никакие составы стиралки вот очень мне но понравилось ничем не пахнет ну и это как бы иногда мне хочется чтобы чем-то таким может быть цитрусовым пахла вещь после стирки но в данном случае это не критично сам фактор того что она очень хорошо отстирала по стираю сейчас вот на днях еще свои зимние вещи вязаные вот думаю она с ними тоже очень хорошо справиться возможно я бы приобрела вот этой вот фирмы также что-нибудь еще для стирания обычных вещей в стиральной машинке уже вот напишите в комментариях если вы вяжете и чем вы стираете свои вязаные изделия что стираете в машинке что не стираете очень интересно также узнать ваш вот этот опыт последнее что я хочу вам показать скоро выйдет мастер-класс такую вот летнюю косыночку из мотивов косынка из пинтерест вот такая вот классная с объемным цветочком можете выбрать любые сочетания цветов которые вам нравятся единственное что мне осталось как я не люблю это прячь прятать хвостики спрячу хвостики от фотографирую ее и тоже надо будет смонтировать видео люблю так скажем такие всякие разные летние аксессуары но они еще очень полезны тем не то что они просто так скажем красивые но самое главное это еще защита от солнца у нас в прошлом году летом было очень жарко я вязала себе тоже косынку у меня есть мастер-класс на ютубе она более такая обычная но тоже выглядит прикольно вот то есть она достаточно помогает панамки почему-то мне нравится из рафии я себе вязала ну как-то не всегда ее ношу а вот косынки мне на лето прям вообще нравится очень сильно мой маст хэв рекомендую вам защита от солнца также для детей это будет замечательный результат если вам тоже не нравится панамки либо шляпа я в прошлом году я по моему шляпки никакие не носила я вот носила только косынку связала разных цветов в этом году решила вот еще такую вот прикольную с объемными цветочками связать напоследок хочу вам показать мое тоже второе маленькое хобби чем я занимаюсь когда немножко устаю от вязания я вышиваю вот такие вот у меня сейчас процессе тоже две вышивки я вышивала вышивала тут пришла пряжа на юбку и все я занята полностью процессом юбки и вот такая вот прикольная белочка спасибо вам за просмотр дорогие дамы спасибо за ваши лайки и комментарии я надеюсь что данное видео вам понравилось всем пока